Все автобусы приехать на площадку, конечно, не смогли. Не позволил плотный рабочий график. Хотя и по одному ЛИАЗу становится понятно. Это уже совершенно новая техника. Автобусы, как вы видите, современные. Это наши ЛИАЗы уже с современными качественными материалами, с антивандальной защитой, с новым дизельным двигателем Ярославского завода в категории 4 класса экологичности. Здесь установлены видеокамеры, современные электронные мозги, система климат-контроля, уникальное покрытие на пол, которое также является антивандальным. Максимальная вместимость каждого автобуса – 100 человек. Они удобны не только для пассажиров, но и водителей. Здесь установлены терминалы, позволяющие оплачивать проезд областной картой «Стрелка». Приложите карту для… Угу. Приложили. Все, вышел чек. По карточке 28 рублей. 28 рублей. А так 40. В автобусах стоит антивандальная защита. Она позволяет увеличить срок службы техники. Сидения из цельного пластика, покрыты флотной тканью. Ее легко можно заменить в случае необходимости. Новые автобусы – это небо и земля по сравнению с прежними. Раньше были расшатанные поручни, оторванные сидения, порванный пол в заплатках и так далее, и так далее. Все это, конечно, замечали наши жители и постоянно обращались с просьбами заменить данную технику. Очень важно, что в этих автобусах, которые по этому соглашению производит группа компании «ГАЗ», предусмотрена доступная среда. Около двери, которая оборудована выдвигающимся пандусом, находится кнопка вызова. Ею может воспользоваться человек на инвалидной коляске. При нажатии сигнал поступает к водителю, после чего он выходит, чтобы помочь заехать в автобус. Новые автобусы низкопольные, то есть теперь в них будет гораздо легче садиться людям пожилого возраста и тем, чьи физические возможности ограничены. В средней части автобуса находится место для инвалидной коляски. Во время движения ее можно будет прикрепить вот к таким вот ремням безопасности. Новые автобусы сейчас ходят по трем маршрутам – Москва-Немчинова, Заречья-Москва и Москва-Никола-Урюпина. Последний ход и проходит по Красногорскому району, обслуживается Одинцовским ПТП. В течение трех лет в муниципалитеты планируется передать свыше полутора тысяч новых автобусов. И приятно осознавать, что Одинцовский район в числе тех, кто одним из первых получает такую технику. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.